С нами на связи Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. В Украине. Здравствуйте. Героям слава. Героям слава. Полицейские каждый раз, конечно, рискуют своими жизнями во время эвакуации людей из горячих точек. Мы знаем, некоторые жители тянут до последнего, некоторые не поддаются на уговоры и остаются. Недавно мы знаем, из Бахмутского ада удалось спасти десятерых людей, в том числе одного ребенка. И это заслуга полицейских, и за это им огромное спасибо. Виталий, у вас какая ситуация в Авдеевке? Люди прислушиваются, выезжают? Вы знаете, к сожалению, не очень прислушиваются, не очень выезжают. Скажем так, вот, как правило, люди едут после каких-то трагических событий. Буквально позавчера у нас в очередной раз авиаракетный удар прилетело в здание железнодорожной больницы, так называемой, и погибло четыре человека. За день до этого еще четыре человека также погибли в старой части города. И вот после таких вот количественных жертв потихоньку люди все-таки собираются и едут. После того, как погибли четыре человека через день, еще четыре, в этот день выехало шесть человек. До этого несколько дней совсем люди не хотели ехать. Вчера, ну, тоже не особо, как будто там четыре человека выехали. Сегодня пока еще информации нет. Были люди записаны на эвакуацию, но пока еще подтверждения нет, выехали или нет из-за ворота. Виталий, а какое количество погибших от варварских обстрелов россиян за, не знаю, есть какой-то рубеж за последний месяц, скажем? За последний месяц, ну, вот если говорить за май, уже 13 человек за май месяц. Так, мы показываем сейчас кадры, там, ребенок, которого, родители которого согласились на эвакуацию. А вот эта история с мальчиком, да, которого уже два месяца ищут, и семья его прячет, не позволяет эвакуировать. Она какую-то развязку имеет или до сих пор никого не нашли? К сожалению, до сих пор мы ищем этого ребенка. Последний месяц уже даже родители не попадаются на глаза. Бытует мнение, и все чаще, ну, даже среди нас мы его озвучиваем, что, скорее всего, они, наверное, уже выехали из города, потому что, действительно, уже даже родители не попадаются на глаза. Но подтверждения нет, что ребенок находится где-то в безопасном месте, где-то в другом месте, где-то за чертой города. Ну, соответственно, нет подтверждения, но и ищем. Ну, и еще, как бы-то, почему мы думаем, что все-таки в городе, потому что не выходят на связь, то есть нет мобильной связи с ними, скорее всего, прячутся в городе. Судя по видео, мы его постоянно транслируем, по видео «Белых ангелов», населенные пункты Авдеевского района крайне сильно пострадали от вражеских обстрелов. Там гражданские есть? Сколько их, может быть? Ну, скажем так, к Авдеевской территориальной громаде относится только город Авдеевка и село Опытное. Ну, Опытное, оно, к сожалению, сейчас под оккупацией. Там до момента оккупации находилось 8 человек. Какова их сейчас судьба, мы не знаем. Скорее всего, они, ну, как это происходит со всеми оккупированными территориями, если там люди выживают, то их, скорее всего, эвакуируют или в Донецк, или в Ясиновату, или в Макеевку. Но, скорее всего, такая участь. Что касается сел соседней Очеретинской громады, которые находятся около Авдеевки, то количество жителей уменьшилось в десятки раз. Ну, если, допустим, Ласточкино, раньше в нем проживало порядка 150 людей, сейчас около 30 людей. Орловка было около 800 людей. В Орловке сейчас находится порядка 70 местных жителей. Семеновка было порядка 100 людей. Сейчас осталось там около 20. Ну, и все села, которые в округе Авдеевки, они действительно, люди повыезжали. Практически в каждом из этих сел остались только старики, которые принципиально не хотят уезжать, потому что, ну, в большей степени, наверное, переживают за свои домостроения. Виталий, вы уже говорили, что накануне Авдеевка подверглась очередному варварскому обстрелу со стороны российских оккупантов. Был и коксохимический завод, обстрелян часть ЕСЧС, больница, вы упомянули, и погибли, к сожалению, 4 человека, которые прятались в подвале. Но, несмотря на все это, врачи тоже исполняют свой долг. Два врача, да, и две медсестры сейчас работают в Авдеевке. Какая ситуация с предоставлением медицинской помощи сейчас? Два врача и четыре медсестры. Четыре медсестры. Четыре медсестры, да, остаются в городе. Да, это действительно герои нашего города. Это люди, которые, ну, несмотря ни на что, там, сколько уже было прилетов и в больницу, и они все равно на месте, остаются максимально в этих условиях. То, что могут, они надают максимальное количество услуг. Ясное дело, что нет рентгена, ясное дело, что нет каких-то там серьезных лабораторных исследований. Это физически невозможно. Но то, что, вот, как говорят, с колеса не могут делать, они делают все. Как это, знаете, не странно, но очень на высоком уровне санитарьев, именно в том отделении, где находится медперсонал, молодцы, стараются и поддерживают. И, ну, действительно, это герои нашего города. По поводу обстрелов, ну, уже сегодня четыре авиаракетных удара уже по городу с утра было произведено. В промышленную зону был прилет ракеты около десяти часов утра. И около половины одиннадцатого две ракеты прилетели в центральную часть города. Пока не было информации у нас. Проверяем, обходят сейчас и полиция, и представители военной администрации. На месте обследуют все дома прилегающие, ну, где, скажем, был прилет. Ну, вроде пока все живы, все целы. А какая гуманитарная обстановка? Я знаю, есть магазин один работает, волонтеры тоже исполняют свой долг, свою миссию, завозят что-то. По гуманитарным вопросам, в принципе, ну, опять же, по максимуму все, что получается, то делаем. Продукты питания есть в достаточном количестве. Даже есть резервы в городе не на один месяц. Мы постоянно поддерживаем этот резерв на всякий случай. Ну, гигиена тоже есть в достаточном количестве. Медпрепараты тоже всего в достаточном количестве. Ну, сейчас, честно говоря, много гуманитарной помощи едет и от международных гуманитарных организаций, и от офиса президента, и от областной военной администрации. Плюс волонтеры, о которых вы упомянули, действительно, ну, они постоянно приезжают. Большое им спасибо. Плюс какие-то личностные контакты. То есть Авдеевка всегда на слуху все эти 9 лет войны. Поэтому есть люди, которые, ну, вот, прикипели сердцем еще до начала полномасштабной войны. Они всегда приезжали в город. Ну, раньше, понятно, помощь была одна, сейчас немножко другая. Но таких людей очень много. С разных регионов Украины. Есть международные, опять же, повторюсь, гуманитарные организации, которые тоже заезжают в город. Еще хотел спросить, вот, кроме обстрелов, как бы вы оценили оперативную обстановку сейчас? Генштаб накануне сообщал, что враг возобновил наступление на Авдеевском направлении. Подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки и не пускают россиян в город. Пытается ли проникать вражеские ДРГ в Авдеевку? Ситуация оперативная, ну, как, сложная, очень горячо. В большей степени сейчас, конечно, они переместили свои, скажем так, активности южнее города Авдеевки. С севера ничего у них там не получилось. И они пока, скажем так, немножко там успокоились. Это район Первомайского, Водиного, опытного. Вот именно с тех направлений пытаются не штурмовать. Были у них, скажем так, несколько дней назад желания со стороны Каменки все-таки тоже продвинуться. Ничего не получилось. Все позиции на месте, все отбили. Ситуация, повторюсь, сложная, но контролируемая. По поводу ДРГ, да, периодически возникают такие у них желания. Пытаются они там периодически... Ну, нет какой-то системы, знаете, там, два раза в неделю или три раза в неделю. Такой системы нет. Ну, периодически такие, скажем так, вылазки они делают. Но все группы, все как бы-то, ну, ликвидированные или, ну, скажем так, уходили, получая там какой-то серьезный отпор от наших людей. А сдаться в плен, такое желание оккупанты проявляют, наблюдается такое? Мы знаем, на соседних участках фронта это явление набирает обороты с каждым... В ДРГ точно люди, которые задействованы в ДРГ, они точно не идут сдаваться. Это, скажем так, больше спецура какая-то работает. Хотя варианты, когда, ну, просто сдаются в плен, ну, они есть. К сожалению, они немногочисленны, но есть такие случаи. На Авдеевском участке ведь нет ЧВК, да? Там мобилизованные и регулярные войска оккупационной российской армии. Да, ЧВК на нашем направлении уже давно нет, несколько месяцев. В большей степени это мобилизованные, регулярные войска. Ну, и на Авдеевской промзоне интернациональная, как они себя называют, бригада наемников пятнашка. Что ж, Виталий, спасибо за оперативную информацию. Держитесь, верим в вооруженные силы Украины. Спасибо вам за вашу работу. Напомню нашим зрителям, в эфире был Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации. Спасибо.